Новую систему очистки питьевой воды запустили в Хостанайской области. Технологию, которая исключает применение хлора, используют в Лисаковске. Пока это единственный город в стране, где на очистных сооружениях химический элемент заменили реагентом. Для чего, расскажет Наталья Строкова. Для питьевой воды в Лисаковске используют открытый источник Верхнетобольской водохранилища. Устаревшая система очистки сказывалась на качестве подаваемой населению воды. После модернизации работают по новой технологии. Вместо хлора используют реагенты. Это не солесодержащие реагенты. Они абсолютно безопасны для человека. Они достаточно эффективно выводят тяжелые металлы, органические группы загрязнений. Данная технология используется сейчас в Финляндии и в Чехии. Установка новой системы очистки питьевой воды обошлась городскому бюджету в 162 миллиона тенге. От вложений ожидают экономический и социальный эффект. Качество воды будет намного чище. Это будет в первую очередь влиять на здоровье людей, соответственно, на уровень заболеваемости их. Это самая главная задача. Конечно, здесь экономическая составляющая. Меньше будут эксплуатационных расходов при этом. То есть сам реагент будет дешевле. В количественном выражении будет меньше его применяться. Уход от старых технологий, по словам специалистов, сократит коррозию водопроводных труб почти втрое. Снизятся эксплуатационные расходы и себестоимость воды. Это повлияет и на, соответственно, тарифы, хотя бы сдерживание тарифов на воду, подаваемую для населения. Пока в республике мы первые, которые применяем эту технологию. Полный комплекс всех работ мы еще не завершили. Только пока первый этап – очистка питьевой воды. Ко второму этапу приступят в следующем году. В городе планируют использовать новые технологии уже и для очистки канализационных стоков. Наталья Строкова, Ермяку Хайдиаров, Кустанайская область, Хабар, 24.